Трудно представить новогодние дни без праздничных салютов и фейерверков. В полночь в небе взрываются сотни огней, знаменуя наступление Нового Года. Как обезопасить себя и не испортить праздник пиротехникой, расскажет мой коллега Назар Бурхан. В канун Нового Года на улицах города появляются десятки точек с притехническими изделиями. В ГСЧС утверждают, такую продукцию зачастую продают без лицензии, а значит она может быть опасна. Для того, чтобы весело провести и ярко провести Новый Год, нужно покупать только магазины, которые имеют лицензию на продажу таких пиротехнических изделий. Если вы уже действительно приобрели и хотите запустить новогодний салют, то нужно это делать согласно тех инструкций, которые есть на таких пиротехнических изделиях. Чтобы хорошо провести праздники и насладиться новогодним салютом, нужно запомнить несколько правил. Не производить выстрелы пиротехники в местах большого скопления людей, не взрывать салют из балконов и окон, не кидать под ноги прохожим дымящиеся изделия. Детям мы вообще не рекомендуем брать такие изделия, но есть безопасные хлопушки, которые дети действительно могут взять, выстрелить, им это приносит радость. Мы решили проверить, знают ли горожане нюансы использования пиротехнических изделий. Вообще по технике безопасности поджечь, кинуть метров на пять, отбежать и ждать момента. Опять же закрепить их штативом специальным, либо из кирпичей сложить тумбочку, положить туда салют, поджечь, опять же отбежать и ждать выстрелов. На открытых площадках желательно взрывать, чтобы не было окон рядом. Ну и то, что может зажечься. Ну и нагинаться над этим, стоять, ждать, конечно, нельзя. Если придерживаться всех правил, то праздничные огни запомнятся надолго. Весело и без происшествий встретить новый 2018 год желают Назар Бурхан, Андрей Диченко и Весь 7 канал.